Дорогие ребята, я рад вас видеть в добром здравии, я вам желаю и вашей семье здоровья, чтобы не болели, встречались каждый раз на наших лекциях. С вашего позволения, разрешите начать очередную лекцию, посвященную звуководческим механизмам. Тема сегодняшней лекции. Построение картины зацепления календрической звуководческой передачи. План лекции следующий. Первый вопрос это геометрические параметры звуководческого зацепления. Второе. Построение картины зацепления. Третий. Коэффициент перекрытия. На прошлой лекции мы с вами говорили о геометрических параметрах зубчатых колес. Привели те параметры, которым характеризуются зубчатые колеса. Сегодняшняя лекция подключена расчетом геометрических параметров зубчатого зацепления. На примере цилиндрической зубчатой передачи. Из прошлой лекции вы знаете, зубчатые колеса бывают не только цилиндрические, и конические, и червячные, круглые, некруглые, косозубые и так далее. Ну мы на примере цилиндрической зубчатой передачи рассмотрим, как же строится, рассчитываются параметры зубчатого зацепления и строится картина зацепления. К великому сожалению, за ограничением по времени нам пришлось сократить очень многие моменты, которые характеризуют зубчатые зацепления. Например, методы изготовления, коррекция зуба, что такое коррекция. Ну, вам придется поверить мне о том, что при нормальном зацеплении угол зацепления альфа это 20 градусов, Кси-1 и Кси-2 это коэффициенты коррекции. Значит, в первом случае считаем, что коэффициент коррекции равен нулю, то есть нулевая передача. Значит, первый параметр, который характеризуется, значит, зубчатые колеса, это радиусы делительных окружностей. Они обозначаются буквами R для первого колеса R1, для второго колеса R2. MZ1 пополам и MZ2 пополам. Здесь M модуль зубчатого колеса, Z1 число зубьев. Соответственно, для второго колеса модуль остается тот же и число зубьев изменяется, другое число зубьев. Второй параметр, это радиусы основных окружностей. Радиус основных окружностей, значит, описывается как RB, значит, радиус RB1 и RB2. Он рассчитывается как, значит, произведение радиуса делительной окружности RB1 на косинус 20 градусов. 20 градусов это угол зацепления при отсутствии коррекции зуба. Следующий параметр, это межцентровое расстояние, то есть расстояние между центрами первого зубчатого колеса и второго зубчатого колеса. Обозначается буквой A, он равен M пополам умноженное Z1 плюс Z2. Ну, вы знаете, Z это число зубьев, в общем, колеса. Следующий параметр, это радиус окружности выступов. То есть наружный радиус обозначается буквой RA. Ну, соответственно, RA1 и RA2. Он равен R1 плюс M и R2 плюс M. Ну, к радиусу делительной окружности, значит, прибавляем модуль M. Следующий параметр, это радиусы окружности впадень. То есть это радиусы ножки зуба. Он обозначается как RF1 и RF2. Он рассчитывается радиус RF1 равно R1 минус 1,25 модулей. И, соответственно, RF2, R2, 1,25 модулей. Следующий параметр, это шаг по делительной окружности. Шаг обозначается буквой T или P. Он равен P, умноженное на M. Число P вам известно. Значит, M это модуль. Следующий параметр, это толщина зуба. Толщину зуба, значит, ширину впадина по делительной окружности. Рассчитываем по следующей формуле. Так как у зубчатых колес толщина зуба должна быть одинакова. Соответственно, ST1 и ST2 равны. И RB1 и RB2, соответственно, равны. Тогда рассчитывается как Pm деленное на 2. Вот это толщина зуба. Значит, выше мы рассмотрели расчет геометрических параметров, когда коррекция отсутствует. В случае, если имеется коррекция зубчатых колес, то расчет ведется немножко по-другому с учетом коэффициента коррекции. Значит, здесь приведены те параметры, которые зависят от коэффициента коррекции. Например, толщина зуба. Теперь толщина зуба будет отличаться Pm пополам, это для нулевых колес, плюс-минус 2xm умноженное тангенс альфа. Значит, спрашивается, почему плюс, почему минус. Если коэффициент коррекции кси положительный, то ставится знак плюс. Если коэффициент коррекции кси отрицательный, то ставится знак минус. Ну, тангенс 20 градусов, это угол альфа, равный 20 градусов для нулевых колес. Соответственно, толщина зуба будет теперь уже другая от погруженности выступов. СА равно 2РА, скобка Pm, деленный на 4R, плюс инвалюта угла альфа, то есть 20 градусов, минус инвалюта угла альфа А. Это вот измененный угол зацепления. Значение инвалюты 20 градусов, он табулирован, он равен 0,0149000. Он берется из таблицы в готовом виде. Инвалюта угла с учетом коррекции, альфа А, он рассчитывается по следующей формуле. Угол зацепления теперь инвалюта угла альфа А, а индекс, вот опущен почему-то, равен инвалюта угла 20 градусов плюс 2 умноженное кси 1 плюс кси 2, деленное z1 плюс z2 умноженное тангенс 20 градусов. Получив значение инвалюты угла альфа, по таблице определяем значение самого угла альфа. он будет отличаться от угла с углом зацепления 20 градусов. В зависимости от того, какой коэффициент отрицательный или положительный, угол будет больше, чем 20 градусов или меньше, чем 20 градусов. Соответственно, появляются следующие параметры, отличные от предыдущего зацепления. Это радиус начальных окружностей. Он обозначается буквой r с индексом w и рассчитывается по следующей формуле. rb, деленное в косинус альфа w. Теперь уже альфа определено по выше приведенной формуле. Он отличается от 20 градусов. Теперь межосевое расстояние тоже будет отличаться от первого варианта. Теперь межосевое расстояние а в в равен m, деленное на 2, z1 плюс z2. Это было как в предыдущем случае. Ну, умножаем на следующее соотношение. Косинус 25 градусов, деленное косинус альфа w. Так как альфа w будет отличаться от 20 градусов, отношения будут отличаться от единицы. Либо большую сторону, либо меньшую сторону. Больше единицы или меньше единицы. Соответственно, альфа w будет уже другое. Теперь радиус окружности паден. Тоже rf будет отличаться. Теперь r, это радость делительной окружности, минус 1,25 модуля, плюс минус ξ умноженный на m. Ну, почему плюс, почему минус, я больше вам объясню. И, соответственно, радиус окружности выступов тоже будет отличаться. Теперь от межцентрового расстояния а, w минус rf минус 0,25 модуля. Вот те геометрические параметры, которые нам необходимы для определения значения этих параметров. Значит, нами разработана программа для расчета повыше приведенным формулам значений этих геометрических параметров. Расчет параметров зацепления заключается в определении ряда геометрических параметров передачи. Ну, мы уже об этом говорили. Это радость делительной окружности, основной, начальной окружности, межцентрового расстояния, радиус в окружном падении, выступов, высоких пунктов. Значит, порядок расчетов приведено по следующей программе. Вот эта программа. Она готова уже. Расчет параметров зацепления прямо так называется. Значит, тут можете в диалоговом режиме рассчитать, что необходимо ввести для того, чтобы привести расчет. В значениях модуля зацепления M, ну, например, здесь в данном случае 4 миллиметра взято, у вас будет другое значение. Значит, значение количества зуба первого зубчатого колеса Z1, 14, и второго зубчатого колеса Z24. Значит, после того, как вы введете эти параметры, программа вам рассчитает все вышеприведенные параметры. Вот эта программа, можете попробовать рассчитать сами, подставив свои значения. Вот это те параметры, которые... Это реальные параметры. Вот. Вот эти таблицы приведены в результате расчета в этой программе. Значит, в этом столбце параметры, которые необходимо рассчитать для зубчатого зацепления. Второй столбец содержит истинные значения этих параметров. Но для того, чтобы чертить на листе, необходимо выбрать масштабный коэффициент. Обычно масштабный коэффициент выбирается из-за того, что высота зуба на чертеже выбирается равным... ...равным 20... ...то есть 50 миллиметров. ...в 50 миллиметров. Вот третий столбец, это как раз значение параметров с учетом коэффициента... ...масштабного коэффициента. После того, как рассчитали, нам... ...нам необходимо, значит, начертить на чертеже картину зацепления. С чего же... ...с чего же начинается... Этот процесс Первое Откладываем Межцентровое расстояние Это А1 И А2 Это Центры зубчатых Колеса первого зубчатого колеса А1 И второго зубчатого колеса А2 Ну в данном случае Взят в случае Когда зуби коррегированы Поэтому А, Дубль В Если А Коррекция равен нулю Просто А будет Второе действие Второе действие Значит Последовательность действий Приводится подробно Из точек А1 И А2 Значит Проводим Циркулем Радиусы основных Окружностей РБ1 И РБ2 РБ2 Третье действие Значит Из центров А1 А2 Циркулем Проводим Радиусы Начальных Окружностей Если Картин коррекции Равен нулю То РВ Будет равен Р Просто Р Ну в данном случае Взят РВ1 РБ2 Вот Точка Точка Касания Радиуса Значит Радиуса Начальных Окружностей Обозначается Буквой П Что такое Буква П Это Полюс Зацепления Полюс Зацепления Полюс Зацепления Обозначается Буквой П Через Полюс Зацепления К радиусом К радиусом Основных Окружностей РВ1 РВ2 Проводим Касательную Вот Точки Касания Этой линии К Окружностям Обозначаются Буквой А И Б А А А Б А И Б Значит Отрезок Равный А П Делим На Четыре Равные Части И Обозначает Буквой 1 2 3 Четыре Равные Части Делим На Четыре Равные Части Ну Эту Линию А Б Вам Необходимо Продолжить Влево И вправо От точек А И Б Точно Так же Значит На продолжение От точки А Тоже Так же Эти Отрезки Откладываем Обозначаем Их Цифрой Значит Теперь Уже 4 5 6 7 Ставим Ножку Циркуля В Точку А И Эти Точки 1 2 3 Сносим На Основную Основную Окружность И Их Обозначаем Для Того Чтобы не потерять Точками Теперь уже 1 2 3 4 Ну Соответственно 5 6 7 Значит Эти Отмеченные Точки 1 2 3 4 5 И так далее Соединяем Центром Окружности Первого Зубчатого Колеса Следующее Действие Из Точки 1 К Радиусу Проведенное Значит Точки 1 Проводим Перпендикуляр Вот Это Сильная Линия Вот Это Будет Касательная К Окружности Со Второй Точки Также Проводим Касательную Под углом 90 градусов Из Третьей Точки И Четвертой Точки Ну Как известно Четвертая Точка Это Линия Касательная А И Б Ну Пятая Шестая Седьмая Тоже Вот Получаются Такие Лучи Вот Получилось 1 2 3 4 5 6 7 Лучей 7 Лучей Следующее Наше Действие Значит Из Точки 1 На Луче Касательной А Точки 1 Берем Величину Отрезка 1 2 Циркулем И Откладываем Из Точки 1 На Касательной 1 1 1 1 И Делаем Засечку Засечку Вот Она Вот Засечка Это Из Точки 2 Из Точки 2 Тоже Проводим Уже Теперь Не 1 Отрезок Берем А 2 Отрезка 2 Отрезка На Луче Из Точки 2 2 Делаем Тоже Засечку Из 3 3 Раза 4 4 4 5 5 Раз Вот Такие Засечки Получились Вот Видите Засечки На Этих Лучах Следующее Наши Действия Эти Точки Берем Лекалу Лекалу И Плавно Соединяем Эти Точки Получается Правая Сторона Зуба Правая Сторона Зуба Вот Это Вот Правая Сторона Зуба Вот Она Но Эволюмента Заканчивается На На Основной Окружности На Основной Окружности Для того Чтобы Получить Левую Сторон Зуба Мы Поступаем Следующим Образом У нас Есть Расчетное Значение Толщины Зуба По Делительной Окружности Делим Пополам И Соединяем Эту Точку С Центром Окружности Получаем Получаем Ось Симметрии Вот Это Линия Ось Симметрии Ось Симметрии Значит Соответственно По каждой Окружности Берем Циркуль Делаем Засечку На Левой Стороне Также Плавно Соединяем Лекалы Получается Уже Левая Сторона Зуба Ну По Окружности Густопу Соединяем Эти линии Получаем Верхнюю Сторону Зуба Но У нас Есть еще Окружность Впадем Вот Следующее Наше Действие Нам Необходимо Сформировать Ножку Зуба Для того Чтобы Сформировать Ножку Зуба Мы Проводим Радиусом Равном Р Р 1 Р Р Р 1 Вот Это Окружность Вот Это Окружность Вот Расстояние Между Основной Окружности И Окружности Впадин Тут Нет Эволюции Что Мы Делаем Значит Точку Касания Основной Окружности Соединяем С центром Проводим Линию До Пересечения Окружности Впадин Вот Это Прямая Линия У нас Получилась Ножка Зуба Ну вот Таким образом Мы получили Один Зуб Нам Необходимо Получить Как Минимум Три Зуба Как же Мы поступаем Поступаем Мы Следующим Образом У нас Есть Шаг Зуба По Делительной Окружности П П Откладываем Значит От Оси Симметрии Величину Шага Зуба Соединяем Центром Колеса И Слева И Справа Получаем Линию Симметрии Соседних Двух Зубьев Ну Остальное Очень Просто Значит Значение Толщины Зуба По соответствующим Окружности Переносим Относительно Оси Симметрии Получаем Теперь Уже Три Зуба Вот Получилось Три Зуба Для Первого Колеса Ну По Основности Окружности Впадин Плавно Соединяем Линии Соседних Зубь Получаем Окружность Впадин Самого Зубчатого Колеса Вот Мы Получили Три Колеса То есть Три Зуба Для Первого Зубчатого Колеса Ну У нас Есть Еще Второе Зубчатое Колесо Точно Так же По Такому же Алгоритму И Последовательностью Последовательность Действия Последовательность Действия Мы Проводим Такие же Построения И Получаем Уже Три Зуба Для Зубчатого Колеса Вот Мы Получили Картину Зацепления Теперь Вот Эта Вот Линия Черная Линия Это Действительная Линия Зацепления Имеется Теоретическая Линия Зацепления И Имеется Действительная Линия Зацепления Я Вот Остался у нас Последний вопрос Это Коэффициент Телекрития Что такое Коэффициент Телекрития Значит Это Это Число Зубьев Одновременно Находящиеся В Зацеплении Я Вот Представьте Себе Если Одновременно Находится Только Два Зуба То есть Один Зуб Два Зуба Находят Зацепление А Соседние Зубы Еще Не Подошли Тогда Что же Получается Получается Удар Вот Для Того Чтобы Такого Ударного Ярления Не Было Значит Рассчитывается Коэффициент Перекрития Он должен Быть Значит Больше Больше Один Одна Целая Одна Десятая Не Единица То есть Число Одновременно Находящие Зацепление Дубьев Должно Быть Больше Единицы Ну Меньше Один Из Вот Рассчитывается Как Этсилут Буквы Как Отношение Длины Активной Линии Зацепления К Шагу Эвольвентного Зацепления Вот Вот это Отношение Должно Быть Больше Одна Целая Одна Десятая Вот Действительная Линия Зацепления Определяется Значит По Следующей Формуле Или Дуга Зацепления Дуга Зацепления Этсилун Альфа Можно Также Рассчитываться В последующей Формуле Вот Те Сведения Которые Я хотел Вам Передать На Сегодняшней Лекции Если Есть Вопросы Я готов Ответить На ваши Вопросы На Этой Слайде Приведены Контрольные Вопросы В последующей Сегодняшней Лекции Вопросы Поставлены Я думаю На основании Моего Моей Лекции Вы можете Очень просто Ответить На эти Вопросы Пожалуйста Я жду Ваших Вопросов Если Если Нет Вопросов То Я Вам Еще раз Желаю Здоровья До встречи На следующей Неделе В это же Время Тема Лекции Будет Уже Посвящена Планетарным Передачам Ну Вы посмотрите У нас На платформе Материалы Есть Что такое Планетарная Передача Планетарный Редуктор Где Используются Планетарные Редукторы Значит Я Для того Чтобы вы Знали Планетарные Механизмы Используются В автоматических Коробках Передачи Вот там Именно Эти Механизмы Используются И Наши Все Коробки С автоматическим Управлением Эти механизмы Используются Если Нет Вопросов Всего Доброго До Следующей Встречи Спасибо До Свидания